Рай Ищи, надеясь, что все впереди, счастье твое в пути. Ищи, надеясь, что все впереди, счастье твое в пути. Пусть будет ноша твоя нелегка, но кто поднимет ее? Если тебя одолеет тоска, то кто одолеет ее? Если твоя немеет в руках, кто сделает дело твое? О, ищи, надеясь, что все впереди, только вперед иди. Ищи, надеясь, что все впереди, только вперед иди. В небе бездомном, в дальней долине, есть ли твоя звезда? В недрах сухой, безводной земли, есть ли живая вода? Вот мы до цели своей довели, теперь нам идти куда. Ищи, надеясь, что все впереди, счастье твое в пути. Ищи, надеясь, что все впереди, счастье твое в пути. Жюль Верн. «Таинственный остров». Часть вторая. Бинокль. Подзорная труба. Фотоаппарат. Это книга-карт. А, атлас. А, атлас. Понятно. Иголки, нитки, топоры. Ружья, ружья. Пистолеты и патроны. Это не пойму, что-то странное. На, дай-ка сюда. Это секстант. Теперь мы сможем определить координаты острова Линканда. Да, владелец бочки был человек предусмотрительный. Ничего не скажешь. Можно подумать, что он ждал кораблекрушений и заранее готовился к нему. Действительно, ничего не забыто. Дай-ка мне на подзорную трубу. Прошу, сэр. Да. Миль нас-то вокруг. Ни лодки, ни парусы, ни обломков судна. Как вы думаете, Пенкров, если у берегов острова Линканда потерпело кораблекрушение какое-нибудь судно, возможно ли, что мы не обнаружили никаких его следов? Да ведь как? Пески все засасывают. Ну, все же странно. Ну, пусть не сам корабль, но хоть какой-то обломок, мачты, я не знаю. Какая-нибудь доска должна бы быть? Я предлагаю еще раз внимательно осмотреть все побережье. Ты возвращайся обычной дорогой и готовь нам ужин. Хорошо, сэр. А мы пойдем здесь, через кустарник. Допоры у нас теперь есть. Проберемся с посту любого карточки. Пойдемте. Чьи это следы? Не знаю, Распелец. В любом случае, зверя, а не человека. Бамбуковая роща. Ну и что? Как это что? Стволы бамбука можно изрезать на полоски и плейсти корзины. А из стеблей его делают бумагу. В Индии бамбук даже едят. Кто же в Индии? Ой, скорее бы дойти и дозаправиться как следует. Потерпите, Пенпроф. Ожидалось совсем немного. Маслый соник! Смотрите. Маслый соник! Ты что, не приготовил нам ужина? Нет, лестница. Нет нашей лестницы. Как нет? Но ведь даже ветра не было. Странные дела творятся на этом острове. Ничего странного, Пенпроф. Кто-то пришел, пока нас не было, расположился в нашем доме и поднял лестницу. Да кто же? Ну, скажем, охотник, ранивший поросенка. Мне кажется, между бочкой на берегу и пропажей лестницы существует какая-то связь. Так, Эрвард, наверное. На острове действует какая-то таинственная сила. До сих пор она творила... Перестань плавать, на. До сих пор она творила только добро. Спасла мистера Цайреса, Топа. Подарила нам необходимые инструменты. А вот теперь, надеюсь, так или иначе, мы все-таки узнаем, кто занял наш гранитный дворец. А тогда, наверное, разгадаются и другие загадки. Я любитель я этих загадок да шуток. И клянусь дьяволом, шутнику не сдобровать, если он попадется мне по руку. Эй, мы там! Эй! Масса Сайрес! Там в окне чьи-то рука. Вот, вот, вот. Где? Это дьявол, Масса Сайрес, хвостатый, вон. Нет, нет, наку. Это обезьяна. Смотри, смотри, какую рожу скорчила. Наш дом захватили обезьяны. Что вы делаете, Пенкров? Зачем вы выстрелили? Обезьяны очень умные животные. Теперь они наверняка больше не покажутся. Воображаю, что они натворили в нашей кладовой. Блин, глупая история какая, ничего не поделаешь, а? Неужто никогда до них не добраться? Ух, они бы у меня живо узнали, где раки зимуют. Ух, твари! Погодите, Пенкров, вы, кажется, хотели есть? Да. Ну так вот, вот и сходите вместе с Гербертом в лес. Настреляйте дичи. Идите, идите. И то, правда. За одно и ружье опробуете. Пойдем, Герберт. И то, пойдем. Ну что, то, мы же побегать за дичьего. Сюда, куда, кажется. Стоп, пять. Глупый пес. Не нашел птицу. Что там несет в зубах? Только не пойму, что. А, тряпка, полотно. Значит, кто-то действительно потерпел кораблекрушение. И человек, этот, где-то здесь, рядом. Может быть, он ранен? Или мертв. Когда Топ звал нас Питера Сайруса, он лавил точно так же. Что? Ты не хочешь показать нам дорогу, Топ? Ты чего, сынок? Мы искали обломки корабля на море и на суше. Они вон, в воздухе. Смотрите, Панкар, на верхушке той сосны парус. Парус погибшего корабля. Нет, сынок, это не парус. А что же? То, что осталось от нашего воздушного шара. От воздушного шара? Да. Отличная материя. Иголки у нас теперь есть. Нап нашьет рубашек. Оденемся, как в лучших домах Филадельфии. Сядем вечерком у огня. Только бы выгнать поскорее этих обезьян, давайте в дом. Ну, смотрите, вот твари, обезьяны. Вон еще одна, еще. Ты смотри, несутся, как сумасшедшие. Слушай, может, это те самые обезьяны, что засели в гранитном дворце? Пишем скорее, Герберт. Вы же больно хочете посмотреть, как мистер Сайерс расправляется с этими тварями. Ну, как, настреляли дичи? Не успели ли, мистер Сайерс? Увидели, как бегут эти твари, и скорее домой. Ну, и голова у вас, мистер Сайерс. Обыкновенная голова. Выгнать всех обезьян. Во-первых, я их не выгонял, они сами вдруг почему-то ушли. А во-вторых, неизвестно все ли. Главное же, мы все равно не можем войти в дом, лестницы-то нет. Вот это да! Лестница точно сама выкинулась. Как будто кто-то невидимый услышал ваши слова, мистер Сайерс. Мастер Сайерс, Господь не оставляет нас. Здорово. Ничего не скажешь. Да здорово, но не слишком ли? По законам механики предметы не падают сами, следовательно... Быть может, обезьяны еще там, и одна из них решила не прыгать в окно, а спуститься по лестнице. Сейчас увидим. Я пойду первым. Следуйте за мной и внимательно смотрите по сторонам. Ружья наготове. Есть. Как только поднимемся, обыщем весь дом. Ага. Никого. И здесь никого. Осторожно. Никого, Мастер Сайерс. Ни в комнатах, ни в плодовой. Хотел бы я все-таки знать, что за джентльмен опустил нам лестницу. И почему обезьяны так внезапно покинули наш гранитный дворец. Быть может, животные почувствовали какую-то другую опасность. Как вы думаете, мистер Сайерс? Да, похоже, что так. Во всяком случае, чтобы подобные сюрпризы не повторялись, мы должны в будущем подниматься в гранитный дворец без лестницы. Угу. На лифте. Да, лифт или подъемник дело не в названии. Главное, в нашем распоряжении есть естественная сила, с помощью которой можно привести в действие необходимые механизмы. Водопад? Да. Да, дядя мое. О, Мастер. А изготовить лопасти и колесо с нашим набором инструментов теперь нетрудно. Вместо кабины сплетем большую прочную корзину и будем подниматься сами и поднимать грузы. И телеграф сделаем. Да, если понадобится посылать кому-то телеграмму, сделаем мы телеграф. Понятно. Построим мосты, проложим железную дорогу. Эдак через несколько лет и уезжать отсюда не захочется. Погодите смеяться, Пентров. Ведь к тому времени у нас будет все, что в Америке, только бесплатно. Да, все, кроме газет и журналов. Мы даже не знаем, кончилась ли гражданская война. Пентров, скажите, а вы еще не пробовали определить наши точные координаты? Не был бы я, Бонадвентур Пентров, если бы, имея секстант, не выяснил, где мы находимся. Может быть, мы не так уж и далеко от какой-нибудь обитаемой земли. На. Да. Будь добр, принеси адлас. Сию минуту, сэр. Сию минуту. Прошу. Да. Смотрите, в этой части Тихого океана на карту нанесен остров. Наш? Нет. Этот остров расположен на 2,5 градуса западнее и на 2 градуса южнее острова Линкольна. И что же это за остров? Остров Табор. Большой? Обитаемый? Да нет, маленький. На него, наверное, никто и не высаживался никогда. Мы будем первыми. Мы? Да, мистер Сайрес. Построим палубные судна и поплывем. А, подумаешь, какие-нибудь 150 миль. Сущие пустяки. При попутном ветре будем там через двое суток. Погодите, а, собственно, зачем? Ну, и что там хорошего? Масса панкров. Ну, поглядим, узнаем. Остров Табор наш единственный сосед. Господа, ну, хоть из вежливости нужно его навестить. Если Пенкрофу приходила в голову какая-нибудь идея, он не успокаивался, пока ее не осуществлял. Пришлось нам всем взяться за постройку судна. Сайрес Смит, хоть и не одобрял эту идею, сделал проект корабля, и работа закипела. Мы срубили несколько больших сосен, обтесали бревна, и, как заправские пильщики, распилили их на доски. Вскоре у подножья гранитного дворца лежал уже 35-футовый брус, киль будущего бота. Нап, ловко управлявшийся с иглой, шил паруса. Герберт из волокон бамбука сплел канаты и тросы. Сам Пенкроф даже смастерил флаг. Настоящий американский флаг. Только вместо 37 звезд на нем было 38. Ведь Пенкроф считал наш остров Линкольна еще одним американским штатом. Вот готов, мистер Сайерс. Вы не возражаете, если я назову его Бон Адвентур? Конечно, конечно, Пенкроф, ведь это ваше детище. Как вы думаете, можно ли на нем добраться до острова Табор? Друг мой, я совершенно уверен, что на таком корабле можно предпринять и более длительные путешествия. Но я бы не хотел отпускать вас на остров Табора. Там нечего делать. Зачем же рисковать? Вот чтобы вы, мистер Сайерс, убедились, до чего прочно построен наш бот, давайте мы с Гербертом сейчас прокатим всех вокруг нашего острова. Тогда, я уверен, вы со спокойной душой отпустите нас. Ну что ж, Пенкроф, давайте действительно опробуем судно. Прошу вас на борт, друзья мои, отдать концы, руина правую, отнять паруса. Убавь паруса, Пенкроф. Что у нас дела, Герберт? За бортом что-то. Не пойму, какой-то предмет. Сейчас достану. Осторожно, Герберт. Не упади за борт. Вот. Бутылка. Бутылка. Закупорим. Да, да, да. А ну, дай-ка сюда. Я выше бубно. Ох, записка. Да, черт возьми, все размокшие. Что, совсем размокшие? Да вроде разобрать можно. Сейчас. Пойте. А, потерпел крушение. Потерпел крушение? Да. Остров Табор. Видите? Угу. 153 градуса западной долготы, 37 градусов, 11 минут южной широты. Ну, вот вам и разгадка, откуда бочка. Произошло кораблекрушение. В этом теперь сомневаться не приходится. Спасся, по-видимому, только один человек. Здорово. Ему повезло, что Пенкрофу пришла мысль опробовать бот. Именно сегодня. Еще день, и бутылка, пожалуй, разбилась бы о камне. Бедняга в каких-нибудь 150 милях от нас. Совсем один. Ну, теперь мистер Сайрос сам бог велел плыть на остров Табор. Надеюсь, вы не станете возражать, мистер Сайрос? Не стану, не стану, Пенкроф. Нужно отправляться и как можно скорее. Мистер Спилет, Снаб и я останемся здесь, а вы и Герберт. Нет, простите, я корреспондент газеты Нью-Йорк и Гералт, и не могу упустить такой случай. Остров Табор необитаемый, не изучен, а писатель сам остров и наше путешествие к нему. Мистер Смит, это мой профессиональный долг. Ну что ж, мистер Спилет, я не против. Будете помогать нам с Гербертом ставить и убирать паруса. Вечером мы перенесли на бот кое-какие теплые вещи, оружие, боевые припасы, компас, провизию на неделю. А на другой день в пять утра попрощались с оставшимися, и Пенкроф взял курс на табор. Бонадвентур шел отлично. Он легко поднимался на волну и развивал порядочную скорость. Дул попутный ветер. Словом, все шло как нельзя лучше. И все-таки во вторую, последнюю ночь никто не заснул. Мы думали о человеке, которому предстояло стать нашим новым товарищем. Он, наверное, англичанин или американец? Записка-то написана по-английски. И наверняка человек, сведущий в морском диете, определил координаты табора с точностью до минуты. Вот жить ли он... Да, и захочет ли сменить одну тюрьму на другую? Главное, не принесет ли он нам зла. Земля! Дай-ка мне подзорную трубу. Так, земля милях в двух отсюда. Держи. А теперь отойди от руля, Герберт. Пришвартовать корабль в неизвестных водах, это тебе еще не по зубам. Берем ручья и пошли! Островок небольшой. Ну что ж, тем лучше, скорее найдем, бедняга. Эти козы и свиньи явно европейского происхождения. Животные боятся нас, значит, не впервые видим человека. Вот что, надо будет во что бы то ни стало поймать несколько самцов и самок и отвезти на остров Линкольнар. Смотрите, срубленное дерево. Ствол почти сгнил. Значит, его срубили много лет назад. Что-то незаметно, никаких признаков присутствия человека. Выходит, он написал записку давно и бутылка много лет плавала по морю. Выходит, так. Хижина! Никого нет. Доски явно с какого-то судна. О, какие-то буквы. Б-э-тан-я. Британия? Британия! Так часто называют корабли. Ясно, что хижина построена каким-то Робинзоном. Но когда это было? Вроде здесь давно никто не живет. Столько пыли и за год не наберете. Хозяин уехал с острова? Черта с два. Оставил бы он здесь такое богатство? Оружие, инструмент? Нет. Живой или мертвый, но он где-то на острове. Если и умер, так не зарыл же он сам себя. Где-то должны быть его останки. А разве хищные звери не могли уничтожить труп? Конечно могли. Вот что, если завтра никого не найдем, с чистой совестью заберем с собой эти сокровища. А недалеко от хижины я заметил остатки бывших грядок. Может быть, там остались семена овощей? Тогда и их захватим. Сходи, посмотри, сын. Ага. Герберт! Это он кричит! Бежи, бежи! Спешили мы не напрасно. Какой-то дикий зверь, похожий на обезьяну, повалил Герберта на землю и стал душить его. Пенкрофт, как Киркулес, бросился на чудовище, сбил его с ног и прижал к земле. Я помог ему крепко связать пленника. Ты ранен, мой мальчик? Ой, кажется, нет. Только очень испугался. Ах, попробовала бы эта мерзкая горилла причинить тебе какой-нибудь вред. Это не горилла, Пенкрофт, это человек. Действительно, это был человек. Но какой человек? Взъерошенные волосы, грязная борода, свисавшая на грудь, кожа на лице темная, как черное дерево, зубы, острые, как у хищников, которые загрызают мелких животных, блуждающие глаза. Невольно возникал вопрос, сохранилась ли душа у этого существа. Так это и есть потерпевшие кораблекрушения? Да, сомнений быть не может. Очевидно, бедняк давно уже утратил человеческий облик. И все-таки мы должны отвезти его на остров Линкольна. Быть может, нам удастся пробудить его разум. А? Ой, Ли! Он стал таким от одиночества, Пенкрофт. Но ведь душа, душа не умирает. Во всяком случае, стоит попытаться. Мистер Сайерес одобрит наш поступок. Вот что. Поехали за человеком, а привезем страшилище без мозгов. Да нет, Пенкрофт. Посмотрите, взгляд у него не совсем бессмысленный. Ну, хорошо. Пора, однако, плыть обратно. Пока ветер попутный, как бы не переменился. Этого типа развязывать не нужно. Ну, а если он будет вести себя смирно? Ладно, там посмотрим. Забирайте все, что надо, и отчаливаем! Забирайте все, что надо, и отчаливаем! Мы возвращались домой. Да, я не оговорился. За несколько дней разлуки мы так соскучились по нашему острову, как можно соскучиться только по родному обжутому месту. Мы везли нашим друзьям немало сюрпризов. Новые орудия, посуду, семена овощей, диких кос и свиней, которых мы надеялись приручить, и дикого человека. Не обращая внимания на косые взгляды Пенкрофа, мы с Гербертом все-таки развязали его. Ночью ветер усилился, и вскоре начался настоящий шторм. Судно резко наклонилось на нос и начало погружаться. И ходило все время крепить снасти, лавировать, вычерпывать воду. Мы буквально сбились с ног. И тут нам неожиданно помог пленник. Он выскочил из каюты и могучим ударом пробил дыру в верхней части борта. Вода, заливавшая палубу, сошла. Корабль, освободившийся от лишнего груза, выпрямился. Опасность миновала. Ничего себе дикарь. Спас всех нас и, как ни в чем не бывало, спустился к себе в каюту. Да, умесилище. Я же говорил, он был моряком когда-то. Ну, теперь, я полагаю, опасность миновала. Нам еще долго плыть, Хентров? Если не очень отнесло, мы сейчас где-то неподалеку от острова Линкольна. Смотрите внимательно во все стороны. Не дай бог проплыть мимо. Да немного увидишь в такой темноте. Огонь! Смотрите, огонь! Это Сайрес Смит зажег костер, чтобы указать нам путь. Ну и умная голова наш, мистер Сайрес. Лево, лево, к берегу. Экипаж Бомбентура приветствует вас, мистер Сайрес. Слава Богу! Вернулись! Вернулись! Я день и ночь молился за вас, Масса Спирит. Да, за вас, Масса Пенкров. За вас, Масса Герберт. Спасибо. Спасибо тебе, дорогой Нап. Если бы вы не разожгли костер, дорогой Сайрес, мы, наверное, не заметили бы остров. Из-за шторма мы могли здорово отклониться от курса. Я не разжигал костер. Да, ну тогда, значит, ты на... Нет, Масса Спирит. На все время был со мной. Я свидетельствую, что он говорит чистую правду. Да. Но не приснился же нам этот огонь, черт возьми. Нет, три человека не могут увидеть один и тот же сон. Опять какие-то таинственные чудеса. Друзья мои, может быть, действительно, стоило назвать наш остров не остров Линкольна, а таинственный остров. Да. Да, пожалуй. Однако, я вижу, вам не удалось найти потерпевшего кораблекрушения. Вы втроем уехали, втроем и вернулись? Ох, прошу прощения, мистер Сайрес. Четвертый в каюте. Почему? Он что, не хочет выйти на берег? Кто он такой? Человек. Или, вернее, когда-то был человеком. Да, умалишенный. Всего несколько месяцев назад он был таким же человеком, как мы с вами. Ведь записка написана совсем недавно. Одиночество быстро доводит до безумия. Но теперь он будет жить среди людей, среди нас. Мы научились быть плотниками, каменщиками, гончарами. Волею судеб нам предстоит стать врачами. Я думаю, мы не менее успешно овладеем и этой профессией. Мистер Спилетт. Я слушаю вас. Вы не откажетесь вести историю болезни? Нет, с удовольствием. Я охотно согласился. И на следующий день в истории болезни появилась первая запись. Сегодня, когда неизвестный спал, Сайрос потихоньку подстриг ему космо и бороду. Теперь он внешне больше походил на человека. Но я бы не сказал, что характер его смягчился. Осознание прояснилось. На днях в приступе глухой ярости он чуть было не выбросился из окна гранитного дворца. Ну что, мы так и будем его караулить? Скоро хлеба поспеют. Надо мельницу строить. Я хотел порт оборудовать. Раз есть судно, должен быть и порт. Да мало ли дел. Вот что, связать его надо. Да-да, во всяком случае, на время, чтобы мы могли все вместе выходить из гранитного дворца. Ни в коем случае, Венкров. Он должен видеть в нас друзей, а не тюремщиков. Терпение, мой друг. Терпение. Кстати, вы обратили внимание, что он всегда ел только сырое мясо, а сегодня впервые попробовал рулет из дичи. Это уже кое-что. Рулет и топ ест. Человек отличается от животного тем, что умеет разговаривать. Верно. Но чтобы вернуть ему речь, мы должны говорить с ним как можно чаще. Пусть он не отвечает. Разговаривает же мать с ребенком, хотя тот еще не знает слов. Терпение, с которым мистер Сайрес вот уже три недели возится с нашим, как он выражается, пациентом, начинает приносить плоды. В лице его появилось что-то человеческое. Он явно понимает все, что ему говорят. Не раз нам казалось, что он вот-вот скажет что-нибудь в ответ. Но он хранит какое-то печальное спокойствие и упорно молчит. Облагородила ли его новая жизнь, которую он теперь ведет, или его попросту удалось приручить? Массанс. Массанс Сайрес. Наш пленник. Плачет. Плачет? Так значит, он снова стал человеком. Идемте, идемте к нему. Идемте. Что? Друг мой. Что мы должны сделать, чтобы вам не было так грустно? Кто? Кто вы такие? Мы так же, как и вы, потерпели крушение. Вы среди друзей. Нет, нет, нет. У меня нет друзей. Вы среди людей. Если вы храните какую-то тайну, мы тоже будем ее уважать. А, сейчас, сейчас. Какой теперь месяц? Месяц? Ноябрь. А год? 1866. 12 лет. Ага, 12 лет. Вы прожили на острове Табор 12 лет? Зачем? Зачем вы привезли меня сюда? Известно ли вам, кто я? Почему оказался на острове? А если я изгнанник, преступник, вы по какому праву? Ну, успокойтесь. Успокойтесь, дорогой друг. Скажите мне, я свободен? Да. Да, вы свободны. Я на самом деле свободен. Конечно. Тогда прощайте. Я догоню его, мастер Сайерс. Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Нет, нет, нет. Пусть поступает, как хочет. Ну, тогда будьте уверены, мы его больше не увидим. Нет, он вернется. Нет. Похоже, что этот человек не потерпел кораблекрушение. Скорее всего, его отвезли на остров Табор в наказание за какое-то преступление. Пожалуй, пожалуй, вы правы, Спирит. Но не думаю, что его приговорили к пожизненному одиночеству. Это было бы слишком жестоко. Значит, рано или поздно к острову Табор подойдет какое-нибудь судно. И не найдет его там. Значит, снова отправляться на остров Табор? Зачем? Мы же не знаем, на сколько лет он осужден. Я одного не пойму. Если 12 лет назад его высадили на острове Табор, стало быть, он уже давно рехнулся. Вполне вероятно. Похоже, он написал записку несколько лет назад. Но пролежи она год-другой в бутылке, наверняка испортилась бы от сырости так, что ничего нельзя было бы прочитать. Да и не может быть, что бутылка несколько лет плыла от острова Табор до острова Линкольна. Да. Опять мы встречаемся с чем-то необъяснимым. Право, мистер Спирит. Вы не можете пожаловаться на то, что на острове Линкольна не происходит ничего сенсационного. Но я уверен, незнакомец сам все расскажет, когда вернется. Этот дикарь теперь в лесу, на свободе. А там оживут все его кровожадные инстинкты. Нет, Пенкроф, нет. Он уже почти признался в своем прошлом, значит, раскаялся. Он непременно возвратится и все нам расскажет. События доказали, что Сайрос Смит был прав. Вскоре после исчезновения незнакомца Герберт отправился на ближайшее озеро удить рыбу и не взял с собой ружья. Неожиданно к нему подкрался огромный ягуар. Юноша был захвачен врасплох. Он прислонился к дереву, а зверь, припав к земле, готовился к прыжу. Герберт закричал. И тут же кто-то кинулся на хищника. Это был неизвестный, которого мы привезли с острова Табор. Одной рукой он сжал горло зверя, другой всадил ему в сердце нож. Не обращая никакого внимания на то, что когти хищника вонзились ему прямо в тело. Ягуар упал. Дикарь оттолкнул его ногой и, очевидно, намеревался убежать. Но тут подоспели мы все. Стойте! Постойте, постойте, не уходите. Дорогой друг, отныне мы ваши должники. Нет, вы чуть не пожертвовали своей жизнью ради спасения нашего мальчика. Своей жизнью? На что она мне? Позвольте пожать вам руку. Нет, нет, нет! Это невозможно! Вы честные люди. Я же... Мы ни о чем, ни о чем вас не спрашиваем, друг мой. Вы вправе молчать. Нет. Мой долг рассказать вам все. Ну что ж, в таком случае мы охотно выслушаем вас. 20-го... Да-да, 20-го декабря 1854-го года паровая яхта Дункан бросила якорь у берегов Австралии. На борту находились ее владелец, лорд Гленнер Ван с женой и дети капитана Гранта. Молоденькая девушка и мальчик. Об их отце было известно только то, что его судно, Британия, потерпело кораблекрушение, а он сам находится где-то на 37-м градусе южной широты. Вы хотите рассказать нам, как лорд Гленнер Ван нашел капитана Гранта? Но я еще в детстве слышал эту историю от своего отца. Они писали все газеты? Да-да, я сам опубликовал в Нью-Йорк Герролт целый подвал о приключениях капитана Гранта и о подвиге лорда Гленнер Вана. Если вам интересно знать, как я попал на остров Табор, придется выслушать некоторые подробности. Извините, мистер Спилетт, но я уверен, что лорд Гленнер Ван был не слишком откровенен с журналистами. Продолжайте. Мы слушаем вас, дорогой друг. Так вот, когда Дункан остановился у берегов Австралии, лорд Гленнер Ван решил прежде всего разыскать людей, которые знали капитана Гранта. По счастью, один из рабочих ближайшей фермы оказался бывшим матросом Британии. Он вызвался сопровождать экспедицию. Обраданный лорд Гленнер Ван немедленно согласился. Но мерзавец, его звали Айртон, нарочно завел экспедицию в непроходимые леса и болота. Но ведь лорд Гленнер Ван нашел капитана Гранта, и они вместе вернулись в Англию. Да, 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 да. Провидение хранит героев и наказывает преступников. Айртон был уверен, что экспедиция погибнет, а он, захватив Дункан, сможет запросто разбойничать на морях. Но обстоятельства сложились иначе. Предатель был разоблачен, а лорд Гленнер Ван со своими спутниками благополучно вернулись на корабль. Айртон теперь уже в качестве пленника последовал за ними. Было решено высадить этого подлеца на первом попавшемся необитаемом острове. Им и оказался остров Табор, расположенный на 37-й параллели. И тут произошло чудо! Именно на этом острове и находился капитан Грант! Ищите и найдете, сказано в Библии. Айртона снабдили всем необходимым. Оружием, инструментами, скисными припасами. В его распоряжении был и дом, выстроенный капитаном Грантом. На этом острове, ведя отшельническую жизнь, Айртон должен был искупить свое преступление. И он раскаялся, господа. Он много работал, много молился, но его угнетало одиночество. Жизнь в одиночестве и постоянные муки совести это была сущая пытка. Но, очевидно, небо еще недостаточно покарало негодяя. Он чувствовал, что начинает терять рассудок. Постепенно он утратил всякое подобие человека. Таким вы и нашли его, господа. Нет нужды говорить вам, что Айртон и я одно и то же лицо. Айртон, вы были закоренелым преступником, но я уверен, что Господь Бог отпустил вам все грехи. Не зря же он вернул вас к людям. Пожмем же друг другу руки, и пойдемте все вместе в Гранитный дворец. Я почту за честь приносить пользу тем, кто вернул мне человеческий облик. Я буду работать наравне с вами, даже больше, но жить, жить я бы хотел отдельно. Разрешите мне поселиться в вашем первом жилище, которое, если я не ошибаюсь, вы называете трущобами. Там теперь хлев для кос и свиней, которых мы привезли с острова Табр. Меня вполне устраивает это жилище. Воля ваша, Айртон. Но если вы намеревались жить в одиночестве, зачем вы бросили в море бутылку с запиской? Я? Я никогда не бросал бутылки в море. Никогда? Нет, нет, не писал никакой записки. Позвольте мне идти. Идите, Айртон. Если бутылку с запиской бросил не Айртона, тогда кто же? О, конечно. Кто же еще? Только в ту пору он уже ничего не соображал. Нет, мистер Спилит. Сумасшедший не мог бы определить координаты острова то еще с такой точностью. Следовательно, дорогой Пенкроф, бросил записку не он. Значит, вы предполагаете? Ничего я не предполагаю. Просто причисляю этот случай ко всем тем загадкам, которые до сих пор не могу объяснить. Так или иначе, раз Айртон будет жить отдельно от нас, необходимо установить с ним постоянную связь. Уж не провести ли нам телеграф? Именно это я и собираюсь сделать, Пенкроф. Электрический? Разумеется. Мы взялись за устройство телеграфа. Дело это казалось сложнее, чем сооружение гранитного дворца или строительство бота. Однако, в конце концов, из имеющихся в нашем распоряжении железных предметов с помощью самодельной болочильни удалось изготовить несколько кусков проволоки. Соединив их, мы получили провод длиною в 5 миль. Как раз такое расстояние отделяло трущобы от нашего нового живища. Всю эту работу инженер поручил нам, а сам занялся батареями. Тут-то и пригодилась цинковая крышка от бочки, которую мы нашли когда-то на берегу. Не зря Сайрос не разрешил Пенкрофу испортить крышку, словно предвидел, что цинк понадобится для батареек. Поставить столбы и натянуть провод труда не составило. Телеграфное сообщение между гранитным дворцом и трущобами было установлено. Айртон, сообщите благополучие. Сайрос Смит. Благодарю вас. Все в порядке. Айртон. Если бы можно было по этому проводу послать корреспонденцию в Нью-Йорк Гералт. И приложить к ней фотографии острова. Да что, ни одна газета не откажется от твоих снимков, Герверт. не каждый корреспондент может похвастаться такими работами. Как появился у нас этот фотоаппарат, так и на охоту почти перестал ходить. И Набу на кухне не помогает. Я только что снял чудесный вид из окна нашего гранитного дворца. Но, видимо, пластинка с изъяном. Какое-то черное пятно на негативе. Дай-ка сюда пластинку, мальчик. Вот, посмотрите. Неужели? Дай позорную трубу. Дай сюда. Прошу вас, мастер Сайвис. Корабль. Где корабль, господа? Дайте-ка мне посмотреть, мистер Сайвис. Действительно. Корабль. Ну, я же говорю. Корабль. 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 Два с половиной года мы прожили на острове но до сих пор нам не удалось установить хоть какую-то связь с внешним миром. Ни один корабль не прошел вблизи острова. Ни один парус не появился на горизонте. Нас постоянно преследовала мысль о родной стране. Ведь мы покинули ее в тяжелое время. Конечно, мы ни разу не пожалели, что удрали из Ричмонда. Не жаловались на судьбу. На острове было все, что нужно для человека. Пресная вода, съедобные растения, животные. Благодаря знаниям и таланту Сайроса Смита мы пользовались здесь не только дарами природы, но и многими благами цивилизации. В каком-то смысле мы жили здесь даже лучше, чем в Штатах. Свобода, равенство, братство, идеалы, за которые приходилось сражаться в Америке, стали реальностью здесь, на острове Линкольна. Нап чувствовал себя таким счастливым, что, наверное, был бы даже огорчен разлукой с островом. Но корабль это вести с материка. Это, быть может, частичка Родины. Как же было не затрепетать нашим сердцам при виде этого судна? Пройдет ли оно мимо или приблизится к острову? С какой стати корабль подойдет к пустынному берегу? Надо подать какой-то сигнал. Да они находятся примерно в 20 милях отсюда. Звуков выстрелов не услышат, поднятого флага не увидят и не разглядят даже дыма костра. А вдруг это Дункан? Нужно срочно вызвать Айртона. Только он может сказать, Дункан это или нет. Приходите немедленно. Сайрос, Смит. Иду. Айртон. Я от души желаю, чтобы это действительно оказалась яхта лорда Гленарвана. Вряд ли какое-нибудь другое судно может явиться сюда с добрыми намерениями. Мы будем защищать наш остров. Разумеется, разумеется, дружок, но было бы лучше, если бы нас не вынуждали к защите. А если на корабле добрые люди, они заберут нас с собой? Ну что же, в любом случае мы не покинем остров навсегда. Если уедем, вернемся обратно в сопровождении тех, кто захочет последовать за нами и принести в дар американской республике новую и весьма полезную территорию. Ура! 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 Мы сделаем нашей родине неплохой подарок. А вдруг, пока нас не будет, кто-нибудь захватит наш остров? Черта зла! Я здесь останусь и буду лично его охранять. Да-да, войдите. К вашим услугам, господа. Айртон, на горизонте корабль. Возьмите подзорную трубу и посмотрите хорошенько, не Дункан ли это. Дункан? Так, скоро. Так, нет. Полагаю, что это не Дункан, господа. Дункан паровая яхта, а над кораблем ни полоски дыма. Взгляните вы, мистер Пенкрофт. Одну минуточку. Да, это не яхта. Нет, нет, нет. Можете не опасаться, мистер Смит, это и не малайское плоскодонное судно. Это быстроходнейший современный брик. О, черт, не вижу флаг какой национальности. О, они меняют курс, идут прямо к берегу. Смотрите хорошенько. Позвольте мне, мистер Пенкрофт. Пожалуйста. Намачьте черный флаг. Пираты. Пираты. В одной таверне мы сошлись со всех концов земли. И все не прочь красиво жить, до нынче намели. Боб Гарли посмотрел в окно, потом взглянул на нас. Стоит у пристани корабль, единственный наш шанс. Всю ночь мы не сомкнули глаз. Задик под утрепорт, в зубах ножи поплыли мы и забрались на борт. Сперва мы сняли часовых и началась резня. Пошла команда рыб, кормись до наступления дня. Боб Гарли славный капитан, с ним будешь сыт и пьян. Боб Гарли славный капитан, с ним будешь сыт и пьян. Нашли мы славный островок, но просто насущий клад, а коль хозяин есть на нем себе не будет рад. Вперед, ребята, не дадим мы спуску никому, подкараулим, перебьем мы всех по одному. Боб Гарли славный капитан, с ним будешь сыт и пьян. Боб Гарли славный капитан, с ним будешь сыт и пьян. Ха-ха-ха-ха. Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Париковская, режиссер Надежда Киселева, ассистент режиссера Яков Ромбро, редактор Майя Ключкова, музыка-композитора Владимира Романычева. Действующие лица и исполнители Сайрис Смит Евгений Кендинов, Спилет Всеволод Ларионов, Пенкроф Вячеслав Невинный, Герберт Алексей Блохин, Наб Александр Леньков, Айртон Лев Дуров. В эпизодах артисты московских театров. Шумовое оформление Татьяны Стальновой, звукооператоры Галина Зудкина, Ирина Воронова, Галина Зосимова и Галина Тимченко. Галина Тимченко, Галина Тимченко, Галина Тимченко, Галина Тимченко, Галина Тимченко, Субтитры подогнал «Симон» «Симон»